И всем привет, ребят! С вами Мистер Вайк, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. Сегодня вместе с вами я бы хотел бы обсудить тему онлайна. Это та тема, которая, если честно, мне очень сильно интересна. И та тема, которая интересна многим, в принципе, для обсуждения. Сегодня поговорим об онлайне в нашей игре, поговорим о том, что в ближайшее время может повлиять на этот онлайн, и что может в конечном итоге все-таки вернуть старых игроков, возможно, в нашу игру. Или вообще, что может возвращать старых игроков в нашу игру. Если вы ждали этот видеоролик и вам интересны видеоролики подобного формата, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллионов кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас только игровой аккаунтики устойте ему личный так-тактимпэ, дальше оформляйте покупку в магазине, но и заплатформа, которая есть в описании. Ни для кого не секрет, что онлайн в нашей игре в последнее время довольно шаткий, и по моим наблюдениям он вообще, в принципе, падает. Ситуация в этом плане становится хуже, и нужны какие-то изменения, которые повлечут за собой увеличение онлайна и, в целом, какой-то дополнительный интерес к нашей игре. Что может повлиять на эту всю ситуацию? Что может привлечь новых игроков и, в принципе, игроков в игру, которые раньше, например, играли? Во-первых, это какие-то новые масштабные ивенты. Они могут быть связаны с ютуберами, они могут быть связаны с какими-то просто дополнительными бонусами за выполнение каких-то определенных ачивок, заданок. В принципе, придумать можно много чего интересного. Но в моем понимании и в моем личном интересе, да, вот с точки зрения того, что мне было интересно за последний период времени, ну вот если глобально взять, что вот самое было интересное. Из последних глобальных ивентов это вот тот ивент, в котором я участвовал в качестве даже не самого ютубера, то есть была битва ютуберов, но я посредственно в нем принимал участие в этом ивенте, и мы били тогда звезды, получается, за джамперы. Это вот, наверное, последний глобальный ивент, который на протяжении, там, сколько длился, там, не знаю, неделю или две, был вовлечен, я лично, в интерес и в сам процесс. Да, то есть этот ивент был, ну, максимально интересен для меня и для игроков в большом количестве. Ну, лично мне так показалось. Все, что было после этого относительно ивентов, ну, единственное, наверное, тот ивент, который был с обменом, был тоже с интересной механикой, и эта механика, я думаю, что может тоже повториться. Все остальное, в принципе, становится однообразно и скучно, и я очень надеюсь на то, что вот именно такие ивенты нужно добавлять в ближайшее время, чтобы мы увидели какой-то рост, какой-то потенциал, потому что, честно говоря, смотреть на сегодняшнюю ситуацию в моменте даже не то, что грустно. Максимально грустно, я бы сказал. Максимально грустно. Да, кто-то скажет, что, мол, лето, летом онлайн меньше, но, в принципе, эта тенденция без лета в нашей игре сохраняется и сохраняется на протяжении длительного периода времени, и эту тенденцию надо как-то менять. Есть одна очень тоже интересная вещь, как командные контракты, о которых Орех уже говорил больше года назад, если не больше двух лет назад, которых тоже до сих пор нету в нашей игре, и которые тоже, в принципе, могут как-то сложиться более позитивно и повлиять на всю эту ситуацию. Да, то есть добавление контрактов может повлиять положительно на ситуацию и внести интерес к игрокам. Также и дополнительные награды за выполнение достижения, о которых тоже когда-то говорилось, эта вещь может тоже заинтересовать какое-то определенное количество игроков. Вопрос какое, и вопрос, захотят ли эти игроки возвращаться. Пока все выглядит грустно, и от этого мне... Ну не то, что становится еще грустнее, у меня больше вопросов, наверное, возникает. Больше вопросов, и больше вопросов, на которых я не знаю ответов. Что будет дальше? Появятся ли эти ивенты? Появится ли какой-то дополнительный интерес? Я не знаю. Но хочется верить в то, что будут позитивные изменения, однообразные ивенты будут, если уж и повторяться, то вместе с ними будет появляться что-то еще новое интересное. Да, потому что вот по сути у нас... Вот закончился элитный пропуск, закончился челлендж. Появилось что? Появился такой же элитный пропуск с новым только устройством, и появится новый челлендж. Ивенты месячные, да, уже пошли. Месячные ивенты. Был месячный ивент одинаковый, да, то есть к дню рождения, только были 30, ой, 50% скидки с ивентами. Сменился следующим месячным на 30% скидки. То есть через месяц повторится такой же самый ивент. То есть в принципе здесь идет однообразие, а с точки зрения интереса игроков, да, и привлечения новой аудитории, нужно все-таки делать какие-то новые, более масштабные, интересующие не только новых игроков, но и старых игроков возвращаться в игру, ивенты, в которых будет дополнительный интерес. Хотелось бы узнать у вас, какой ивент вам хотелось бы видеть в ближайшее время, вот в который вы бы прям вот полностью погрузились и готовы были бы играть в нашу игру. Вот, то есть, возможно, это был старый какой-то ивент, возможно, это какой-то новый ивент, который вы бы хотели бы увидеть, да. Напишите по нему в комментариях, будет очень интересно почитать все ваши мысли. Ну и согласны ли вы с моей точки зрения, что пришло то время, когда уже прямо сейчас, да, нужно делать эти ивенты, нужно делать новые масштабные ивенты для привлечения аудитории. Я уже не говорю про никакую там рекламу игры, да, с рекламой и так все плохо, но она уже давным-давно тоже должна была быть, потому что отток игроков идет, а притока как такового нету. Приток нужен, и чтобы этот приток был, нужно делать какие-то шаги. Поэтому пишите, какие вы бы ивенты хотели увидеть в ближайшее время. Обязательно поддерживайте данный видос лайком, если согласны с моей точки зрения. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, участвуйте в розыгрышах. По тегу у нас, получается, уже сегодня будут итоги одного из таких больших розыгрышей, поэтому есть у вас возможность, в принципе, в них участвовать. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.